Вывоз и утилизация мусора под контролем. Зампред правительства и руководители профильных ведомств собрали пресс-конференцию с целью рассказать журналистам, как будет работать новая служба – региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов. Для изготовителей и импортеров товаров вводится экологический утилизационный сбор, средства от которого будут поступать на развитие системы обращения с отходами. Сама услуга переходит в разряд коммунальных. Организация, которая будет мусор собирать, выбрана и даже переименована из ООО «Чистое поле» в ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО». Законодательство теперь предписывает региональному оператору заключить договоры со всеми субъектами, которые производят отходы, в частности с физическими лицами. Я сейчас говорю о жителях частного сектора. У нас с этим была в определенной степени проблема. Не все жители частного сектора добровольно заключали договор на вывоз и утилизацию мусора. Многие, не платя за мусор, просто свой мусор выбрасывали на ближайшую контейнерную площадку. Законодатель определяет, у всех в обязательном порядке должен быть договор. Если платить, жители откажутся, долги накопятся и в итоге будут взысканы через суд. По аналогии с платой за капремонт. Тариф пока не определен, но точно известно, что его сумма не превысит показатель в 104 рубля 61 копейку. Пока существует официальная информация о том, что тариф будет един для всего региона. Тариф будет, я думаю, для юрлиц и для населения, возможно, будет одинаковой. Нормативы накопления такого, они будут различаться. Региональный оператор приступил к рассылке уведомлений об изменении законодательства и проекта договоров. Предполагая возникновение вопросов у населения, специалисты открыли горячую линию. По номеру 346 308 можно получить всю информацию по деятельности рекоператора. Этот договор носит ознакомительный характер и его не нужно, конечно, сейчас заполнять, отправлять обратно. Мы, фактически выполняя требования правил, обязаны проинформировать людей о том, что происходит, какие изменения происходят, какой будет действовать договор. Окончательный тариф за услугу по обращению с ТКО будет сформирован к концу мая. Первые квитанции жители получат в июле. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.